Далее мы попадаем к дому доктора Хейтера. Он открывает дверь девушкам, которые просит их в дом Хейтера. Пацаны, пацаны, совсем доуууоброго привет. Могут быть шумы на фоне, потому что сосед мой продолжает строить свой какой-то дворец-замок, я не знаю, это происходит буквально целый день, и это происходит очень достаточно громко. Местами уменьшается, без ставки громко, поэтому, короче, не удивляйтесь. Сегодня смотрим Звёздного Капитана. Реакция. Почему нельзя победить сумасшедшего хирурга из фильма Человеческая Многонушка? Смотрели, не смотрели? Там аж три, по-моему, части, а может даже, подожди, по-моему, даже больше трёх частей, по-моему, даже четыре, может быть, части. Но фильм, конечно, легендарный, ну, скажем так, легендарный в некотором роде. Вот, все про него слышали, кто-то видел, кто-то не видел, честно, честно, никто не признается, никто не признается, даже если смотрел полностью и внимательно. Поэтому, в общем, почему нельзя победить того самого хирурга, который пришивал одну жопу к другому рту, рту к жопе, и вот это вот всё остальное делалось. Но конкретно из первой части имеется в виду, потому что во второй, в третьей части, в четвёртой, по-моему, если есть вообще четвёртая часть, там уже совсем другие персонажи, и там вроде бы этого хирурга нет. Мы смотрели из этого формата, как нельзя победить, только наоборот, про фильм Ритуал, есть на канале, можете посмотреть, очень интересно, про того самого монстра из того фильма. Но спойлерить больше не буду. Сегодня смотрим про это. Лайк оське авансиком ставьте, большая поддержка лично для меня, спасибо большое. Комментарии пишите, и, собственно, если что, подписочки, подписывалечки организуйте, подписывайтесь исключительно с бобинцами, конечно же. Ссылочка на оригинал на Звёздного Капитана внизу, как и обычно, как и все остальные ссылки тоже вот там внизу, никуда не делись. Всё, давайте смотреть, думаю, будет прикольно и интересно. Почему же нельзя победить, и, собственно, чтоб попу не пришли ни к чему, и рот в том числе. Давайте смотреть. В данном видео мы с вами продолжаем рубрику «Почему нельзя победить». И сегодня я проанализирую советы, как победить к фильму человеческого... Ужасный фильм, ужасный, просто отвратительный. Приятного всем аппетита! Главное это всегда сказать вовремя. Вот. Ну, я думаю, что здесь прям кадров жёстких, наверное, не будет. Но уже даже вот этот кадр, честно, если... Ну, в общем, под это, наверное, лучше не есть. Но приятного аппетита, если вы такие рисковые ребята. Ммм, знаю, среди вас такие... Я же всё вижу. Приятного аппетита. Многоножка. Если хотите больше подобных... Блин, мне, честно говоря, этот актёр сам всегда напоминал лицом какого-то жука, что ли. Я не знаю, жука, многоножку, какую-нибудь такую срань. Прямо какую-то... Что-то в нём есть такое. ...сборов, ставьте палец вверх. Человеческая многоножка. Но даже если победить то, что нельзя, победить не получится, то можно всё равно остаться победителем по жизни. Достаточно просто оформить... Интеграция! Если хотите быть победителем по жизни, конечно. Первый совет мы получаем в начале, когда доктор-хейтер следует за остановившимся по нужде водителем грузовика. Нам, как дальнобойщику, предлагают не кушать плохую еду, которая приводит к несварению и с жидким пуком. Глупо таким классным тёлкам, как вы, жрать это дерьмо. Вы что, забыли, что от фастфуда пердет? Также нам говорят, что не нужно останавливаться в лесу, чтобы сходить в туалет. Это всё, конечно, хорошо, но для справки. Дальнобойщики за смену могут находиться за баранкой в среднем по 9 часов. Это если следовать нормам, а без них и того больше. В любой момент может приспичить сходить по большому, а в глуши, кроме леса, другого туалета не будет. Ужасная, на самом деле, сцена из фильма. Тупой, ещё тупее. Нормально. Если вы ездили хоть раз на дачу, до которой даже может быть часа 2-3, то вы в курсе, что вдруг внезапно может понадобиться сходить в кустике. И вы ничего с этим сделать не сможете. Но Нёрд Эксплейнса уже не остановить. Он, говоря про остановку в лесу, почему-то всё сводит к фильмам ужасов и играм. Типа, что если вы выйдете пописать за берёзку, то вас точно убьёт маньяк-потрошитель, либо сожрут дикие животные. А про игры вообще смешно получилось. В пример нам приводит игру Last of Us. Говоря, что когда вы будете какать в лесной чаще, рядом с вами в кустах будет лежать кто-то с ножом. Только я ожидаю, чтобы воткнуть лезвие в ваш живот. Хе-хе. Жизнь какая. Это он приводит именно слова какого-то чувака, который, как и в прошлый раз по фильму, который был разбор фильма Ritual, англоязычный какой-то чувак, который приводит как раз примеры, почему нельзя победить и что нужно было сделать там условно, чтобы победить и не попасться, видимо. Как я понимаю. Промотав, короче, интеграцию, я промотал момент, как раз в самом начале, где-то объясняется. Вот. Советы, как победить для разбора, будут взяты с англоязычного канала Nerd Explains. Пересказ фильма... Вот, вот, вот. Теперь понятно. Продолжаем смотреть. Я, конечно, все понимаю, но с таким параноидальным мировоззрением нам уготовано участь всю жизнь сидеть дома и трясти по того. От страха при любом звуке. Промежуточный... О, это отвратительный звук, который объемный, как будто рядом с тобой кто-то стучит. Ток таков. Остановки по нужде могут случиться с каждым из нас, но это не означает, что в кустах нас будет ждать маньяк с мачете. Следующая претензия у автора касается того, что две главные героини приняли приглашение какого-то бармена и поехали в ночной клуб. Nerd утверждает, что указанное место находится где-то в лесу, а потому девушек специально туда направили, чтобы забрать их либо в сексуальное рабство, либо чтобы распотрошить... Не, ну загуглить, конечно, посмотреть, куда это ведет и увидеть, что это где-то в лесу, а не могли бы заранее, будем честны. Затем продать их органы. На самом же деле все очень просто. Героини ехали в клуб-бункер, который находится чуть ли не в самом центре Берлина. Это очень известный ночной клуб. А как они приехали? Я, честно, не помню, ничего не знаю. Что там по сюжету развивалось, кроме того, что жопу пришивали, карту розы к жопе. Был первый, был средний, был последний. А вот последнему вообще было не очень. Сует всю ночь напролет. Подскажите, как проехать в ночной клуб-бункер? Вы знаете, где Берлин? Берлин? Берлин, да, конечно, знаю. Я за***л женщину в баре в Берлине. Кстати, бункером он называется, потому что это самый настоящий бункер времен Второй мировой войны. Их осталось довольно много, и в начале 21 века многие из них были переделаны под разные арт-объекты. Кафе, музеи, само собой клубы. А заблудились девушки по простой причине. Они ехали в Берлин из другого города, ориентируясь по бумажной карте. Подождя, в какое время это все происходит, что они бумажными картами там пользуются? К сожалению, они оказались немного глуповатыми и просто сбились с пути. Так бывает в жизни. При этом у них не сенсорный телефон, а старый кнопочный. Таком даже современного навигатора нет, который бы проложил нам нужный маршрут. Тогда понятно. Мёрт говорит, что девушкам вообще не нужно было никуда ехать, а следовало остаться в отеле. Но это не совсем как победить, типа, ну, им вообще не нужно было никуда ехать дома. Это то же самое, вот в прошлый раз мы смотрели по фильму Ритуар. Там та же самая история была. Ребятам не нужно было просто никуда ехать, в лес выезжать, всё было бы нормально. Ну да, да, в принципе, конечно, да. Но это не совсем категория, как там победить. Или почему нельзя победить. Но ведь в фильме прямым текстом обозначили, что они отправились в тур по Европе, чтобы потусоваться. До этого они были в Нидерландах, а после Германии планировали поехать в Италию. И всё это для того, чтобы хорошо проводить время. Само собой, они хотели посетить как можно больше мест. Да и в целом, совет оставаться в отеле, там очень крайне глупый. Подскажите, как проехать в ночной клуб-бункер? Оставайся в отеле. Всё, спасибо, что смотрели. Вот так вот. На русский язык фильм озвучен фирмой Позитив. Дальше, когда героини протыкают колесо, к ним подъезжает машина. Нёрд тут же говорит, что любой подъехавший автомобиль это тревожный звоночек. Относительно всех водителей нужно быть осторожными. При этом Нёрд тут же добавляет, что возможно он просто параноик. И что водитель может оказаться хорошим мужчинкой, который поможет попавшим... Нет, тут он не сказал бы, что параноик. Серьёзно, вот все абсолютно по дефолту, мне кажется, незнакомые люди для себя нужно относиться к ним всё-таки вот с каким-то таким... с настороженностью какой-то. Потому что этот незнакомец может быть кем абсолютно угодно. Вот любой незнакомый человек нужно очень аккуратно и осторожно относиться к таким людям. в беду девушкам. Как только оказывается, что подъехавший чел на самом деле вращенец, автор англоязычного ролика торжественно сообщает. Я же говорил! Но мы-то с вами знаем, что это излюбленный приём всех советчиков, как победить. Зная сюжет фильма, они выдают очевидные факты за свои дедуктивные выводы. Дальше Нёрду не нравится, что девушки вышли из машины и решили поискать помощь. Он сказал, что лучше им было оставаться в тачке и ждать. Тут тоже всё очень просто. Девушки ещё в салоне автомобиля сами решали оставаться им внутри или же попробовать найти какую-либо помощь. У меня шорты и каблуки. Я никуда не пойду. При этом они договорились, что не будут уходить далеко. Но в итоге, из-за отсутствия освещения на дороге, они и заблудились. Попробуйте ночью остаться без света в какой-нибудь глухомании, и вы тоже потеряетесь. Не, наверное, они... Чё, чё, то есть, поэтому, по мнению Нёрда, они должны были именно остаться в машине и утра дождаться. Ну, в принципе, могли бы, конечно. С другой стороны, это, наверное... Ну, смотрите, есть два варианта. Остаться внутри машины, да, и дождаться утра. Есть второй вариант. Идти ночью, непонятно, по какой дороге куда ведущий, в непонятно, какой лес. Если сравнивать эти два варианта, вроде кажется, что первый вариант как будто бы чуть логичнее. Что странно, так это то, что Нёрд не... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Тут прям хорошего варианта на самом деле нихера нет. Они оба какие-то стрёмные. Плюс-минус. Как не комментирую то, что девушки имеют на руках телефон. Да, сигнала нет, а обычные звонки сделать не получится. Но не стоит забывать про экстренные вызовы, которые доступны на всей территории Германии, независимо от качества связи. Набирайте 112, и вы можете вызвать скорую помощь или пожарных. А 110 позволяет связаться с полицией. Приёма нет. Он всегда есть? Далее мы попадаем к дому доктора Хейтера. Он открывает дверь девушкам, которые просит их в дом Хейтера пустить и позвонить в службу проката автомобиля. Такой вроде уважаемый, вроде нормально выглядит, да, серьёзный человек. Врач, между прочим. И кто ж подумает-то, что он хочет создать человеческую многоножку, пришить рот к жопе-жопу, к жопе-жопу к рту. Пуруась-то ужас какой-то. На самом деле, фильм ужасный, если честно. Его вот как-то по юморному смотреть можно, но на самом деле он прям, он кошмарный. Он очень отвратительный и ужасный. Отвратительный и ужасный. Автомобили, чтобы им вызвали ремонтную бригаду. Мужчина спрашивает одни ли девушки, а после пропускает их внутрь. Мы одни. Да? Мы одни. Нёрд сразу же говорит, что такой вопрос это показатель извращуги с маньячными наклонностями. Ну а тут мы сразу же вспоминаем главный факт. Это героини пришли к доктору, а не он к ним. Само собой, он будет спрашивать одни ли они. А то вдруг за углом есть ещё десяток их бухих друзей. Ну, типа того, с другой стороны всё равно странненький вопрос. Мне бы тоже было неприятно, если бы в мой уединённый домик в глуши пришли незваные гости. Мы все помним, что бывает, когда выпускаешь промокших девушек в свой дом. Киану Ривз не даст соврать. Затем Нёрд Эксплейнс начинает играть в физиономиста. Он говорит, что доктор Хейтер страшный жуткий чел с мерзкой мордой. И что... Не, ну. Может быть, конечно. Его нужно бежать подальше. Ну, что тут можно сказать? Не все мы друзья Брэд и Питты. Ну, как бы да. То есть, это всё-таки не первостепенный признак характеризующего человека вообще. Он может быть жутким, но может быть добрым. Это, ну, это странно. В данном случае конкретно он очень жутко выглядит. Пи***ц, как жутко выглядит. Но, тем не менее, это же всё равно ничего не значит. Не, ну, в данном конкретном случае конечно значило, но в целом. А я ещё раз повторю, девушки сами пришли к доктору, а не он их заставил. У нас колесо спустилось. Можете помочь? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Дальше Нёрд продолжает наваливать по полной. Он говорит, что нужно было отнять телефон у хозяина дома и самим позвонить в службу проката автомобилей. Интересный вариант, если не учитывать того, что на другом конце могут не знать английский. Или, возможно, знать ему плохо. Уверены? Внести флюги Гехаймен. Ой, а такое можно показывать? Ну, ты, конечно, рисковый парень, звёздный капитан. Плюс девушки не взяли из машины записную книжку с номерами телефонов. Но всё это в любом случае не имеет никакого значения, ведь героини понятия не имеют, где они находятся. Так что бы дало отбирание телефону владельцу дома? Да и вообще, если вам что-то не нравится, валите на улицу под дождь. Когда доктор даёт девушкам воды, нёрд сразу же говорит, что её нельзя пить, ведь там может быть снотворное или другие вещества. А, блядь, правильно говорит, от незнакомцев не нужно ничего пить и есть. Спасибо за очевидные факты, показанные в фильме. Затем, когда Линдси опрокидывает стакан, хейтер начинает на неё орать. Нёрд утверждает, что мужик совсем поехавший, что героиням нужно валить как можно быстрее. Во-первых, они к этому моменту уже и сами собирались уходить из этого дома. Ну, как бы, видно по их взгляду. Во-вторых, столик может быть антикварный 17 века. Я бы тоже начал орать, если бы на него пролили воду. А, в-третьих, хейтерам напрямую сказал, что ненавидит людей. Фамилия соответствующая. А, да, я не люблю людей. С чего вдруг он должен был быть с ними добродушным, если он пояснил свою жизненную позицию? У меня назрел вопрос. А когда нам всё-таки начнут давать советы, как победить сумасшедшего хирурга? Пока что Нёрд пережёвывает очевидные факты из фильма, выдавая то, что и так известно при его просмотре за свои выводы. Так, что у вас? Интернет-магазин. А, нужно сделать сайт. Ну ладно, попробуем дать ему ещё шанс. Далее девушки вырубаются и нас переносят в лабораторию. Автор говорит, что привязанные к больничным койкам героини должны как можно скорее бежать. Хм, мне почему-то кажется, что сделать это довольно сложно. Автор, шикительный совет. Возможно, потому что они, ну, я не знаю, привязаны. Наконец, Нёрд даёт первый рабочий совет, как победить. Используя свои зубы, он предлагает развязать ремни на руках, до которых можно спокойно дотянуться ртом. Хм, похоже, я недооценил автора и наконец-то нам... А, нет, Линси в фильме это и так сделала. Что-то какой-то Нёрд странный парень, походу, со странными советичками. Когда девушка убежала и заперлась в комнате, Нёрд предлагает ей позвонить по телефону. Он утверждает, что она должна знать телефон полиции страны, в которой находится. А я напоминаю, что главные героини умудрились заблудиться... Ну, очевидно, не знают. Очевидно, они без вообще понятия какого-либо. ...последуя из одного города в другой. Когда у них только сломалась машина, они уже не позвонили в службу спасения. Следовательно, они банально не знали нужных номеров. Так почему же вдруг сейчас Линси начала бы куда-то звонить? Не забудем ещё, что она находится под седативными веществами. И из её руки и из вены активно вытекает кровь. Всё это делает её слабой как физически, так и умственно. А потому с принятием правильных решений у неё всё очень плохо. Особенно, когда в дверь долбится психопат. Да, я больной. Далее Линси... Жуткий, просто жуткий п***ец. ...падает в бассейн, а хейтер включает жалюзи, чтобы выманить девушку. Но внезапно в доме вырубается электричество и доктор уходит его восстанавливать. Тут нам вообще не дают никаких советов, что очень странно. Казалось бы, если жалюзи закроются, то мы захлебнёмся. Но это не так. Они не обладают жёсткой конструкцией, и их легко можно приподнять рукой. Поэтому можно легко приподнять их в центре и подышать. Следующий совет нам дают, когда Линси пытается убежать через комнату, в которой хейтер разбил окно. Нам предлагают обернуться вот этим одеялом, чтобы обезать... И притвориться кроватью. ...опасить себя от снотворного дротика. Также нам сообщают... А, нихера себе, обернуться этой... Ну, это уже нёрд... Я не знаю, сам бы нёрд догадался в этот момент так сделать или нет. ...что у дротиков очень низкая скорость полёта, и они не могут проткнуть плотную одежду. Понятия не имея, откуда такая информация. Дротик из транквилизаторного ружья легко пробивает кожу слонаризи... Ну, вообще-то так, между прочим. ...одяной пластик, а также хорошо впивается в дерево. Что это за ужасное видео? Это... Может, это врачи какие-то. Даже выстрел из духовой трубки легко пробивает толстую кожу, как, например, в этом видео. Одеяло, которым нам предлагают обернуться, очень тонкое и не спасёт... Да нёрд, обернулся бы этим одеялом, в него пульнули дротиком, как дебил, упал бы с этим одеялом. Ну, дротик как бы в нём, одеяло к нему приклеено. ...от дротика. Потом Линдсе предлагают пробежать 100 метров в любом направлении. Там она точно должна будет найти помощь. Выводы основаны непонятно на чём. Мы не знаем, что вокруг дома хейтера. Особенно, если учесть, что девушки ночью брели сквозь лес и случайно наткнулись на его коттедж. Далее идёт очень интересный совет. Нам говорят, что дротик с транквилизатором должен будет подействовать где-то через 3 минуты. Поэтому девушки, даже если в неё попадут из ружья, нужно всё равно бежать, куда глаза глядят. К сожалению, несмотря на то, что в реальности так и есть, в фильме эффект от седативных веществ достигается сразу. Это такая условность этой вселенной, которую нужно учитывать, пытаясь давать советы. Затем Линдсе хочет вернуться за подругой, чтобы вместе с ней убежать. Нюард предлагает её бросить и отправиться за помощью. И это действительно правильный совет в такой ситуации. Раненая девушка не сможет далеко утащить свою подругу. Но тут проблема заключается в том, что хейтер караулит её с ружьём. Поэтому попытается она убежать одна или с подругой значения уже не имеет. Затем доктор ловит девушку и создаёт из трёх человек многоножку. Но никаких советов как победить мы тут не получим. Единственное, что предлагает Нёрдок это то, что герои делали сами в фильме, выдавая это за свои умозаключения. Нам или Кацура предлагают хватать или кусать хейтера за ногу при любой возможности. Японец это делал и сам и при этом получил жёстких люлей. Не особо помогло. Когда многоножку оставили в лаборатории, Нёрд предложил им взять скальпель и атаковать им сумасшедшего хирурга. Опять же, это и так было показано в фильме. А чё Нёрд вообще я не понимаю, о чём он снимает это получается? Что конкретно Нёрд хочет нам донести? Он просто рассказывает то, что и так было в фильме. Когда в дом хейтера приходят полицейские, чтобы задать ему вопросы про пропавших людей, Нёрд делает странные выводы. Доктор говорит, что ему нет дела до пропавших, поэтому по мнению автора он должен стать главным подозреваемым в глазах служителей закона. Странное умозаключение. Не кофигу человеку на других людей. Не все из нас добросердечны, поэтому и в словах мужчины нет ничего особенного. Но у меня нет ни времени, ни терпения на банальности вроде пропавших. Ну правда он это говорит с какой-то хитрой ублюдской улыбкой на своей роже, что в принципе довольно странно выглядит, как будто бы он какой-то шизик. Ну ладно, про это видимо Нёрд не сказал. Например, когда происходит какое-то несчастье, что первым делом делают многие зеваки? Правильно, снимают трагедию на телефоны. Есть ли им дело до горя пострадавших? Само собой нет. Затем полицейский уходит за ордером на обыск, а многоножка атакует доктора. К отцу ругает себя, приходят полицейские, которые стреляются с хейтером. Дженни умирает, оставляя Линси одну в доме с трупами. Всё, никаких советов в этом промежутке мы не получаем. Вот такое вот бесполезное у нас сегодня было видео как победить для разбора. Печально, что авторы по этой теме с каждым разом стараются всё меньше и меньше. Но всё же это видео далеко не такое никчёмное, как последний ролик на канале Cinema Summary про фильм Страшная история для рассказа в темноте. Там настолько мы не смотрели это всё плохо, что мне хочется плакать. Возможно, я его когда-нибудь разберу. И там разжётно выглядит. Ой, просто последние кадры были какие-то максимально отвратительными. Ну, ребята, понравилось? Ставьте пальчики вверх. Большая поддержка. Очень для меня спасибо большое. Комментарии пишите, подписывайтесь, подписывайтесь, организуйте исключительно с бубенцами. Ссылочка на Звёздного Капитана, естественно, как всегда, внизу, как и все остальные ссылочки тоже. Всё, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Ой, ой, как в конце было вразотненько. Ой!